Слишком много времени привлекают последнее время ожившие картины Андрея Смоляка. Но нужен ли такой пиар-автору, когда его творчество просто уничтожают? Долгое время полотна украшали парк Челюскинцев, а после детский парк имени Горького. И за эти полтора года вандалы как только не издевались над картинами. По словам художника, почти треть всех репродукций уничтожены. Кто убил ожившие картины и что будет с полотнами, которые стали лицом столичного парка, попытался понять. В ближайшее время эти картины отправятся на реставрацию. Всего же в результате акта вандализма пострадало 33 полотна с тех пор, как галерея переехала сюда, на ограду парка имени Горького. Практически с каждым месяцем картин здесь становится все меньше. Цена одного такого полотна 2,5 миллиона рублей. Если раньше оживших картин Смоляка было 110, то сегодня каждая четвертая нуждается в реставрации. Сами Ольга и Андрей Смоляк вспоминают, что когда их выставка находилась у парка челюскинцев, такого внимания она привлекала значительно меньше. На фотообразе Ларисы Грибалевой кто-то взял все это, затер аккуратно. Кстати, Аню Эйсман с той стороны немножко прорезали, кто-то заклеил. То есть сами меньшане еще и ухаживали за этим проектом. Но это были такие единичные случаи, похоже на такую шал, ну мелкую пакость. Конечно, такого никогда варварства не было. Нам позвонили из администрации парка, вот, обнаружили, что это порезали картины, они были очень сильно огорчены, мы пришли, посмотрели. Я вам хочу сказать, что это какой-то одиночка резал, какой-то просто вообще в неадеквате. Я думаю, что может быть какой-то наркоманин или выпивший сильно, потому что он шел вот так на уровне, вы увидите на уровне, резал, 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 по-разному вот. С утра на месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Правоохранители заявили, если злоумышленников удастся задержать, скорее всего штрафом они не отделаются. Устанавливаются возможные свидетели происшествия. В случае, если лица будут установлены, им будет дана правовая оценка, они будут привлечены к уголовной ответственности. Когда какой-то урод нашелся и все это сделал, нам обидно, ужасно, не только нам. Я хочу сказать, что Бог-то один, и Бог все видит. Это же ведь сделано для вас и для них, для тех, которые с ножиком. Сами авторы проекта не скрывали эмоций, впрочем, на форумах злые языки твердили совсем другое. Долгоиграющая коллекция Минчанам больше не интересна. Вот организаторы незадолго до закрытия галереи решили сами подогреть интерес, изрезав полотна. В подтверждение этих слов приводился факт, что сами картины с изображением Андрея и Ольги не пострадали. Наверное, он уважает художника, картины которого. Но вы сами понимаете, что люди, которые вложили столько туда труда, здоровья, денег, и вообще этот проект наш самый любимый проект. Я сейчас на него смотрю и думаю, господи, я второй раз такого... Для своих белорусов, для народов, для людей, для Минчан. Галерея не первый раз привлекает внимание неравнодушных к искусству вандалов. В августе прошлого года неизвестные вырезали несколько картин, оставив на ограде лишь пустые рамы. Владимир Королев, Антонина Станкевич и Николай Лошкевич. Зона Х. Минск.